Всем привет! Команда Beauty Time TV подготовила только красивые сюжеты о жизни нашего города. И в ближайшие 20 минут все они на 31. Поехали! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Бэби-модель – самый первый в Челябинске детский модельный конкурс в этом году проходит в 15-й раз. Самые яркие моменты финального шоу в репортаже Beauty Time. Бэби-модель – самый первый в Челябинске детский модельный конкурс в этом году проходит в 15-й раз. Настоящий праздник красоты и моды, творчества и эстетики. Показы одежды сменяются выступлениями хореографической студии. Бэби-модель обычно проходит на площадке Дворца пионеров. Это семейная атмосфера и в то же время профессиональная энергетика большой сцены. Я всегда говорю о том, чтобы не путали конкурс красоты и конкурс моделей. В нашем конкурсе девочки выступают настоящими моделями и демонстрируют одежду, изготовленную специально для детей разными компаниями, разными брендами. Но одежда специально разработана для определенной возрастной категории. И эта возрастная категория ее и показывает. Вот у нас четыре категории по росту. Все как во взрослом моделинге. И девочки соревнуются по умению демонстрировать одежду. И вот девочки в течение учебного года учат у нас технику шага, учат какие-то несложные приемы демонстраторов одежды. И вот в конце учебного года они у нас участвуют в конкурсе. Полноценными участниками конкурса по праву могут считаться мамы юных моделей, которые и волнуются, и всеми силами поддерживают своих девочек. Для мамы значит много нервов. Но для нее веселье, радость. Ей нравится находиться на сцене, с подружками веселиться, заниматься. Она петься на дочек? Да. Мне нравится больше всего там заниматься, веселиться. А по сцене нравится ходить? Нравится. Конкурс – это такое громадное событие, потому что все последние недели, по сути дела, мы проходили на репетициях, бесконечных примерках, волнениях, хлопотах. Накануне это, конечно, было очень волнительно, потому что дочка переживала, все ли получится, все ли ей удастся, сможет ли она вспомнить все постановки, все проходки. Но в конце концов мы все собрались с семьей. Сегодня ее поддерживает огромное количество родственников, друзей, знакомых. Пришла ее хорошая подружка, так что думаю, что сегодня все будет замечательно, все получится. Сами участницы расценивают конкурс и как игру, и в качестве перспективы на будущее, и возможность обрести необходимые для жизни навыки. Да, было очень сложно, но немного весело. Мы занимались очень сильно, мы очень сильно старались. Я всегда хотела научиться правильно ходить, красиво, осанков, чтобы держать, и чтобы не бояться публики. В принципе, я вообще не переживаю за него, то есть если я проиграю, мне будет, ну как бы, не обидно, то есть я не расстроюсь. У меня был кастинг, я начала пытаться, ну и потом стала себя понимать, что надо стараться больше, ну и начала стараться к лучшему. Для жюри подобные конкурсы всегда непростая работа, ведь дети милые, все без исключения. Но тем не менее, победительницу в каждой категории выбирает только одну. Разрядить атмосферу помогли призванные партнеры конкурса, которые никого не оставили без подарка. Наша компания поддерживает развитие детей во всех областях, поэтому мы стали партнерами городского проекта «Бэби-модель». Каждый ребенок достоин самого лучшего. Мы решили, что нужно помогать развиваться деткам в разных сферах. Предоставили главным, дорогим нашим участницам подарки, игрушки, которые будут радовать их в дальнейшем. Это «Бьюти-тайм», и мы продолжаем серию сюжетов, посвященных правильному питанию. Сегодня в центре нашего внимания полезные углеводы и продукты, богатые ими. Пшеница Пшеница – одна из древних аграрных культур нашего континента. Из пшеницы мы получаем муку и манную крупу. Она участвует в составе хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Все знают, что пшеница бывает твердых и мягких сортов. А вот в чем между ними принципиальная разница, большинство из нас об этом имеют поверхностные представления. Разобраться в этом вопросе нам помогает специалист пищевого производства Надежда Юрьевна Келунова. Традиционно используемое зерно пшеницы делится на различные типы. В том числе два главных, о которых знают, наверное, многие слышали. Это пшеница твердая и пшеница мягкая. Мягкая пшеница, она потому и называется мягкая, что имеет особую форму зерновки. И из нее вырабатывают муку для хлебопечения. Муку, которая дальше может пойти на любые изделия. На плюшки, на булочки, на пельмени, на круассаны, на багеты. А вот твердая пшеница имеет совершенно иные свойства. Она, во-первых, другого цвета. Она янтарная, она желтая. Она имеет твердую плотную зерновку, из которой получается замечательная крупка. Или, как ее еще называют, мука высшего сорта, согласно стандарту, для макаронных изделий. И именно благодаря такому сырью можно изготовить качественные макаронные изделия. Те, которые считаются классически итальянскими, но тем не менее мы их делаем здесь, в России, из нашего российского зерна. Самые качественные макароны производят именно из твердых сортов пшеницы. Но даже в рамках этого направления существуют различные виды макарон, которые отличаются друг от друга по вкусу, а также пищевым свойствам. Зерно вместе с оболочкой применяется в так называемых цельнозерновых сортах. Зерно, которое приходит на наше предприятие, очищается. Причем эта очистка должна быть очень бережной, для того, чтобы снять внешние загрязнения, но при этом не повредить оболочку зерна. После этого идет размол непосредственно самой зерновки без выделения самых лучших сортов высшего сорта, которые могли бы быть использованы для рафинированных макаронных изделий, которые называются макаронные изделия высшего сорта. При размоле зерна получается еще другой сорт, второй, более низший по сортности, но при этом не менее интересный, а гораздо более полезный по своей пищевой привлекательности. И тогда мы будем говорить о наших макаронных изделиях станичные. А вот если мы еще туда добавим отруби, то есть те оболочки зерновки, которые присутствуют изначально в зерне, то мы получим цельнозерновые макароны. То есть здесь еще больше полезности, еще больше витаминов, еще больше микроэлементов. Ну и, естественно, самое главное, что здесь больше клетчатки. Именно такие сорта без вреда для фигуры могут позволить себе те, кто боится поправиться. В чем разница? Здесь, в отличие от высшего сорта, в два раза выше содержание витаминов В, витаминов ПП. И, кроме того, присутствуют такие витамины, как Д и Е, которых, в принципе, нет в макаронах высшего сорта. Кроме того, станичные макаронные изделия являются источником белка и источником пищевых волокон. Кроме пшеницы в состав макаронных изделий могут входить и другие виды муки. Рисовая, кукурузная или, к примеру, гречневая. Гречневая мука что нам привносит? В первую очередь обогащает также пищевыми волокнами, обогащает витаминами, обогащает витаминами Д и Е, потому что в зародыше гречихи содержится большое количество этих веществ. Ну, конечно, железо. Кроме того, в макаронные изделия можно добавлять различные овощные добавки. Вот у меня здесь томатные макаронные изделия. Ничего здесь нет химического. Это исключительно натуральный томатный порошок. А еще макаронные изделия отличаются друг от друга по форме. Но этот параметр скорее эстетический или творческий, чтобы удобно было готовить и приятно употреблять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Мотивация, спорт, диета и правильное питание – те слагаемые, которые так необходимы в работе над своим телом. Сегодня участники проекта «Тачка за прокачку» бросили вызов своему привычному образу жизни, чтобы проверить себя, похудеть или набрать мышечную массу, а также получить главный приз – автомобиль. Стиль финального шоу в каждом сезоне свой. На этот раз организаторы удивили всех форматом караоке. Сегодня у нас финал шестого сезона проекта «Тачка за прокачку». Буквально вроде бы первый сезон финальный несколько лет назад, а сегодня уже шестой сезон. И сезон яркий получился, интересный, сочный. Довольно-таки хорошие результаты у участников. Я считаю, что те участники, которые пришли сюда за победу, они с победы сегодня уйдут. Те участники, которые пришли потусоваться, они прекрасно потусовались, потому что программа была очень насыщенная. Этот сезон, в принципе, особенно тем, что параллельно у нас стартанул и Урал, и Южный регион в городе Сочи. У нас также сейчас идет сезон проекта «Тачка за прокачку» и в следующее воскресенье финал уже там. Самый главный критерий выбора победителя – это результат. Это самая главная особенность проекта. Ни в одном проекте в России нет такого формата выбора победителя. У всех либо голосование, либо смс-ки, либо что-то еще. У нас конкретно это результат. У кого самый высокий процент реализации цели, кто круче всех, кто-то забирает главный приз. У нас тренировки были очень веселые, скажем так, разнообразные, но отдыхать я никому, конечно, не давала. Никто из тренеров не позволял какие-то долгие передышки, скажем так. Очень дружно, скажем так, когда особенно групповые были тренировочки, очень дружно коллектив был в принципе сплоченный, можно назвать. Те, с которыми имела честь я поработать, я очень привязалась к девочкам. И мне безумно понравилось общение с ними, их настрой. Мне понравилось, что, кстати, именно в этом проекте настолько были заинтересованы встать на гвозди, испытать новые ощущения участники. И они все делали, все, что я им говорила, и мне было приятно очень с ними работать. Специалисты утверждают, для того, чтобы сформировать привычку, требуется 21 день. А чтобы полностью перестроиться и окончательно изменить свою жизнь, необходимо гораздо больше времени и усилий. Все это у героев проекта имеется, а потому многие из них пришли сюда не в первый раз. В тачке третий, ну как бы новое знакомство, новые люди, новое тело. Во-первых, стало легче. Вот когда вес все-таки меньше, становится легче, да, и для себя, и телу легче вообще. И чувствуешь себя лучше. Мои результаты минус 23 килограмма, минус 15 килограмм жира. Поменялась моя жизнь на 100 процентов, на 180 градусов. Я очень довольна проектом. Проект для меня как праздник. Просто праздник. Я очень рада, что я участвую в этом проекте. Я участвую второй раз в проекте. У меня была в первой тачке за прокачку. Сейчас в шестом сезоне. Конечно, я хочу дальше продолжить. В этот раз уже конкретно, потому что первый раз я забросила. Я похудела в том проекте тоже на 13,5 килограмм. Ну и бросила. А в этом проекте я решила конкретно идти до конца, до своей цели. Диплом вручается победителю проекта «Тачка за прокачку» шестой сезон. Красивая борьба. Елова Евгения. Я уже второй раз участвую. Я прям шла к этому. Если честно, пришла сюда за победой конкретно. Ну, эмоции. Я просто была уверена, что я победу. Я не знаю, как описать свои эмоции. Ну, это очень круто. Следить за собой совсем несложно. Основная трудность – поменять образ жизни, облегчить рацион и усилить нагрузки. Но, как показывает история этого проекта, главное – правильно себя замотивировать. Кстати, регистрация на седьмой сезон уже открыта на сайте tachkazaprokachku.rf. А в качестве мотиваторов выступают три серьезных приза. Автомобиль, сертификат на услуги пластического хирурга и путешествие в жаркие страны. Голубой цвет в летних коллекциях популярен не меньше, чем такой же летний белый или коралловый. В этом сезоне институт Pantone предложил оттенок Baby Blue, но это не значит, что следует исключить все остальные варианты. Васильковый оттенок яркий и сам по себе, а в контрастных сочетаниях этот эффект усиливается в разы. Так называемый базовый синий, хоть и не имеет непосредственного отношения к лету, благодаря своей универсальности всегда востребован в теплое время года. Особенно, если это натуральный хлопок, шелк или лен. Синие оттенки выглядят по-разному в зависимости от соседствующих цветов. Это касается и принтов на ткани, и других деталей образа. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово 159. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все сюжеты программы Beauty Time, новости и анонсы модных событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», «Студию макияжа Френды» и «Медстудию Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова